Всех приветствую! Это канал Александр Плей, Викинг Музыки. И сегодня у нас с вами рубрика Играют Мои Подписчики. Сегодня пред нами предстанет уже не в первый раз всеми известный и любимый Александр Зинов. Да, давайте же посмотрим, что же нам сегодня сыграет Александр и какой сюрприз нас ждет в конце этого видео. Обязательно посмотрите видео до конца, там будет сюрпризик. Итак, первая пьеса, которую сыграет нам Александр, Гуммель Экосез. Пожалуйста, Александр, открывайте свой мини-концертик. Аплодируем Александру. Вот человек-человек смотрит плейлист Путь Викинга и есть результат. Так что не стесняемся, не стесняемся, уважаемые подписчики, кто занимается, присылайте мне видео в группу ВКонтакте или в личном сообщении. И имейте в виду, что нужно выступать на канале. Не просто учить пьесы для себя, там что-то в тихушку играть, а именно показывать их в итоге на моем канале. То есть, заключительная стадия работы над произведением, это уже его концертное исполнение перед публикой. Перед публикой. Дальше. Следующая пьеса, которую нам исполнит Александр Зинов. Векерлен. Пьеса. Пожалуйста. Спасибо, Александр. Вот такая вот миниатюрка из курса Путь Викинга. Но Александр играет не только пьесы из этого курса, но еще и выбирает сам. Далее прозвучит неаполитанская народная песня Санта-Лючия. Пожалуйста, Александр. Поехали. Поаплодируем, поаплодируем Александру. Если вам нравится, как играет подписчик Александр Зинов, то поставьте лайк. Лайк Александру Зинову и лайк всем викингам, всем викингам, всему нашему сообществу. Но это еще не все. Далее идет известная, я думаю, уже всем пьеса, над которой уже не один человек бьется, судя по комментариям. Тюрк-мелодия. Поехали. 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 вот так вот вот так вот александр смотрит мой плейлист и играет эти пьесы всем брать с него срочно пример и тоже участвовать в рубрике играть мои подписчики ну и наконец напоследок от александра прозвучит еще одна пьеса которая называется шел ленинградский паренек ну-ка посмотрим что это за паренек такой а а а а а и а а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, спасибо большое, Александр, поаплодируем. А теперь небольшой сюрпризик. Если вы смотрели прошлое видео, где выступал Александр Зинов, вы увидели, какие прекрасные фотографии он нам всем решил показать. Так вот, его это хобби продолжается. Александр Зинов еще и фотограф получается, действительно делает неплохие снимки. Давайте сегодня тоже полюбуемся, тоже полюбуемся новыми фотографиями, новыми красотами, которые смог на свой фотоаппарат запечатлеть наш подписчик Александр Зинов. Итак, поехали. Первая фотография. Вот он, волшебный мир, волшебный мир. Это волшебный мир пасеки. Да-да, плантация ульев называется пасека. Это я уже выучил. Этот мир, конечно, не менее волшебный, чем мир музыки. Посмотрите, посмотрите, до чего же прекрасная фотография. Дальше. Посмотрим следующую фотографию. Вот он, дягиль, дягиль, дягиль зацвел. Вот там пчелы, пчелы на нем сидят. Давайте полюбуемся на пчел и на дягиль. Далее, следующая фотография. А это тоже дягиль, тоже дягиль. Немножко подальше, подальше выбран ракурс. Вот издалека теперь мы можем вместе полюбоваться на дягиль. Александра Зинова наслушались, а сейчас на дягиль любуемся. Кому нравится дягиль, ставьте лайк, чтобы Александр Зинов посмотрел и порадовался, сколько человек одобрили, так сказать, его творчество, как музыкальное, так и творчество фотографа. Далее, следующая фотография, которую сделал Александр. Вот она, елочка, елочка распускается. Посмотрите, уважаемые подписчики, какая же прекрасная елочка. А на следующей фотографии мы увидим, вот он, цветок, цветок. Что это за цветок? Красивый цветок. Давайте немножко-немножко поиграем с вами. Кто знает, что это за цветок? Александр Зинов, вы, пожалуйста, не подсказывайте, не подсказывайте зрителям. А кто знает, напишите в комментариях, что это за цветок такой. И посмотрим, кто из вас разбирается в цветах. Посмотрите, полюбуйтесь. Ну что, перелистываем дальше. Лесные полянки с дягилем. Посмотрите, какие красивые полянки. Да, конечно, место шикарное. Я представляю, как прекрасно находиться в таком месте. Как все сделано, все сделано, так сказать, по матрице мироздания какой-то волшебной. Все так сделано. Такая же волшебная должна быть и ваша музыка. Так же волшебно вы должны выверять все штрихи, всю динамику. Посмотрите, музыка, музыка. Основной критерий для того, чтобы играть музыку, как ее оценивать, это, конечно же, красота. То есть вы должны иметь чувство эстетики и играть красивую, прекрасную музыку. Любой образ, который рисует музыка, должен быть прекрасный. Даже если это образ какого-то ужасного существа или какого-то ужасного состояния человека, он все равно должен быть оформлен высокохудожественно. Давайте следующую фото листаем. Оп! Вот он май, май, тепло и чистое небо. Ну-ка, а давайте загадочку вам задам среднего уровня сложности. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько пчел вы видите на этой картинке. Попробуйте посчитать. Найдите всех пчел. Найдите всех пчел. Так, посчитали. Вы можете поставить видео на паузу и посчитать. И написать в комментариях, сколько пчел вы смогли найти. Дальше поехали. Следующая фотография. О, Александр Зинов назвал ее на работе, на работе. Пчелы, пчелы работают. Пчелы занимаются, так сказать, своим делом. И мы с вами тоже, когда играем на баяне, мы занимаемся своим делом. Понимаете? Игра на баяне это вполне естественное занятие для человека. Баян, он чистит человека. Чистит его разум. Чистит его даже тело. Всегда, когда мы играем на баяне, нам становится очень хорошо, если мы все делаем правильно, свободно. Потихонечку мы приходим к тому, что без баяна уже и жизнь-то кажется непонятно чем. А с баяном обретает великолепный, новый, доселе, так сказать, невиданный какой-то смысл. Это, конечно, магия. Дальше, дальше. Посмотрим следующую фотографию. О-о-о, оранжевое море. Оранжевое море. Да, я когда смотрю на эти фотографии, я думаю, сделать бы вот пазл, допустим, на эту фотографию. То есть, сделать так, чтобы можно было из кусочков, ну знаете, да, пазлы, собрать вот такую вот картинку. Я очень люблю собирать пазлы. Занятие весьма интересное. Хочу себе, может быть, в будущем какой-нибудь интересный пазл приобрести. У меня есть несколько. Может быть, я потом вам и покажу, например, взять на скорость пазл, собрать еще что-то. Но это так, если время будет. Очень интересное это занятие. Вот такое вот оранжевое море. Дальше. Теперь давайте посмотрим на плантацию ульев на пасеку. Поехали. Первое фото. Вот она, такая пасека. Такая пасека. Полюбовались сразу же нон-стопом. Второе фото. Вот. Продолжаем любоваться на пасеку. И сразу же нон-стопом еще и третье фото пасеки. Во, как много фото сделал для нас Александр Зинов. Видите, и пьес много сыграл, и фото как много сделал. Дальше поехали. Следующее фото. О, как же тут много этих созданий магических. Рой вылетает. Ну, тут уже загадывать не буду. В комментариях, чтобы вы написали, сколько тут пчел. Тут, конечно, практически их и не сосчитать. Практически их и не сосчитать. В некоторых местах фотографии они прям сливаются, сливаются в какую-то массу. Там их, ну, тысячи, не знаю, миллионы, сколько их там пчел. Это надо Александра Зинова спросить. Численность пчел вообще можно посчитать? Как это вообще определяется? Я вот лично не знаю. Дальше. Посмотрим следующую фотографию. О, что-то напоминает, что-то напоминает. Как вы думаете, что же это напоминает? Напоминает это джунгли. И вот такие вот сибирские джунгли. Сибирские джунгли от Александра Зинова. Вот такие вот прекрасные джунгли. Дальше поехали. Александр Зинов не перестает нас удивлять своими фотографиями. Следующая фотография. О, вроде бы и не зима. А перед нами снеговик. Снеговик. Как вы думаете, из чего этот снеговик? Напишите тоже в комментариях, из чего этот снеговик. Кто догадался, кто догадался. Вот такие вот чудеса. Снеговики. Летом, так сказать. Летом, так сказать, снеговики. Дальше. Следующая фотография. Таежные поляны. Прекрасная фотография. Полюбовались, полюбовались. Переключаем на следующую фотографию. Что тут у нас? Что тут у нас? Какая-то трава. Трава какая-то. Водичка. Лето. Лето. Да. Тут, конечно, Александр Зинов постарался каждую капельку сфотографировать. Каждую капельку. Посмотрите, какие прекрасные капельки на этой траве. Дальше. Следующая фотография. Еще один сюрприз. Оп. Вот оно чудо. Что же тут за чудо, спросите вы меня. Чудо на пасеке. Посмотрите. Это калина. Это калина. Калина цветет. И сразу же спеет. Как такое возможно? Одновременно и цветущее, и уже созревшее. Что это такое? Что это за чудеса? Кто самый хитрый подписчик сможет разгадать этот секрет? Напишите тоже в комментариях, как это так вот. Одновременно и цветет, и спеет. Александр мне рассказал, в чем секрет. Я вам говорить не буду. Посмотрим, сможете ли вы сами догадаться. Поехали. У нас осталось еще две фото. Предпоследнее фото. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Да, спрашивал я у Александра Зинова. Как же с Винни-Пухом-то быть? Винни-Пух-то заходит или нет? К нему в гости Александр мне по секрету сказал. Бывает, захаживает, захаживает. Так сказать, пасеку проверит. И уходит, и уходит. Нирный медведь. Нирный медведь. Все хорошо. Не бойтесь ничего. Такого страшного не происходит. При съемке, так сказать, этих фото, ни одно животное, ни один человек не пострадал. Вообще все в гармонии. Понимаете? Ведь если люди будут понимать законы природы, все тогда могут жить. В гармонии. Не стоит, например, заходить на территорию медведя. Он вам не пил, он вам ничего не сделает. Ну, тут, конечно, можно бесконечно на эту тему рассуждать. На тему животных, человека. Откуда вообще взялся человек? Откуда взялись животные? Но сейчас не об этом. Нам пора отправляться домой. Итак, следующее фото. Вот она, дорога домой. Да, представляю, представляю, как Александр Зинов идет по этой дороге, идет по этой дороге, приходит домой. И, как вы думаете, что он делает? Берет баян и записывает видео, записывает пьесы. После такой природы, я думаю, такое вдохновение у человека наступает, что и пьесы идут как по маслу. Спасибо вам огромное, Александр, за ваше творчество, за ваше музыкальное творчество и за ваше фотографическое, или, как это правильно сказать, за ваше творчество фотографа. Ну что, на этом, пожалуй, закончим это видео. С вами был Александр Плей, викинг музыки, баянист, летсплейщик, летсплей по баянным пьесам. Все до мулеметра просчитаем, разберем. И мой подписчик сегодня выступал, Александр Зинов. Всем пока. Увидимся в следующей рубрике. В этой рубрике можете участвовать и вы. Да, вот прямо ты, кто сейчас меня смотрит. Викинг. Давай, не стесняйся, присылай мне видео и посмотрим, посмотрим. Если уровень более-менее такой презентабельный, почему бы и нет, почему бы и нет. Но, если что не так, уж не обижайтесь, если я скажу, что все неправильно, надо учиться. Будем учиться. Всем пока. Я исчезаю. Продолжение следует...